Как вы понимаете, естественно, что англичане не могли не обратиться к такой настоящей энциклопедии английского нонсенса, как «Алиса в стране чудес». В 1903 году Сосил Хеппорт вот таким вот образом на натуре и экранизирует это замечательное произведение. Но что интересно, все вот эти сценки можно смотреть до бесконечности, получать огромное удовольствие, но надо сказать еще пару достаточно важных слов о том, что привнесли вот эти вот самые сценки в мировую кинематографию. Собственно, вот какие элементы будущего киноязыка, который еще пока не был до конца сформирован, уже возникают вот в этих вот английских коротеньких трюковых и не только трюковых фильмах. Надо сказать, что съемка на натуре, она очень сильно освобождает, конечно, камеру. Мельес, вот, поисследуя свою идею фильма-спектакля, он по большому счету связал себе руки в том, что касается монтажа, в том, что касается использования разных ракурсов, крупности плана и тому подобных вещей, чисто кинематографических приемов. А вот англичане, снимая на натуре, они очень активно все это использовали, просто потому, что им совершенно не нужно было ориентироваться ни на какие театральные формы. Все это в итоге привело их к очень серьезным разработкам в области монтажа, в области крупного плана, о которых мы сейчас и будем подробно говорить. Во-первых, что делают англичане? Если Мельес, как я уже говорил, для него каждая сцена равняется одному кадру и одной и той же декорации, какое-то конкретное действие он показывает неразрывно в одном монтажном плане с одной и той же декорацией, и таким образом у него, соответственно, экранное действие приобретает характер театрального действия. Англичане делают очень интересную вещь. Они начинают использовать монтаж и перенесение действия с места на место в рамках одной вот такой вот сцены. Допустим, идет какое-то действие, и мы его показываем, то мы отсюда его показываем, то отсюда его показываем, то с одной точки, то с другой точки, переносит камеру с места на место, показывают с разных точек это действие, показывают разные места, в которых действие связано с этим действием и так далее. Фактически они приходят уже к параллельному монтажу, но параллельного монтажа в чистом виде у англичан еще пока нет. В чистом виде параллельный монтаж все-таки появляется в продукции фирмы Патте в середине 1900-х годов. Англичане же, они только-только подходят к этой идее, перенося экранное действие с места на место. Вот, пожалуйста, начало фильма «Ограбление среди бела дня» 1903 года режиссера Моттершоу. Сейчас увидите, о чем я говорю. Посмотрим буквально первые три кадра. Первую сцену. Показывается грабитель, который перелезает в стену и собирается проникать в дом. Вот появляется мальчишка на стене, который его видит. Дальше действие переносится к полицейскому участку. Мальчишка бежит за полисменом. И снова мы видим грабителя, который уже залезает в дом. Казалось бы, параллельное действие, но ничего подобного, потому что все-таки вот в этом же кадре полисмен и мальчишка снова и появляются. Значит, все-таки последовательно показываются вот эти действия. Тем не менее, как видите, они уже переносят в рамках одной и той же сцены действие с места на место. Они показывают разные места действия. Еще чуть-чуть, и будет изобретен параллельный монтаж. А параллельный монтаж был бы изобретен как? Допустим, показывается грабитель, который лезет в дом. Мальчишка его видит. Дальше показывается мальчишка, который прибежал в полицейский участок. Дальше мы видим снова грабителя. Параллельно грабитель влезает в дом. Параллельно мальчишка и полисмен бегут на помощь. Параллельно показывается грабитель. То есть, если бы они продолжили вот это перенесение камеры с места на место, перенесение, так сказать, показ различных действий, происходящих в разных пространственных точках, в разных местах, они бы пришли к параллельному монтажу. Но они фактически к нему уже и приходят. То есть, вот еще чуть-чуть, и возникнет параллельный монтаж в этом фильме. Ну, не в этом фильме, а уже в последующих фильмах, которые на него будут ориентироваться. Таким образом, англичане постепенно приходят к мотиву погони. Опять-таки, тоже мотив, который возможен только со съемками на натуре. Помните, какая достаточно простенькая погоня селенитов за астрономами в путешествии на Луну? Там все очень просто, там буквально два или три кадра. В общем-то, как-то погони это настоящей не назвать. Англичане разрабатывают погоню уже в рамках 7-8 монтажных планов, в 7-8 кадрах, показывая совершенно разные места действия, перенося камеру туда-сюда. Все это позволяет преодолеть вот эту пространственную ограниченность места действия, которое еще чувствуется в фильмах Мельеса. Надо сказать, что в 1900-е годы погоня становится вообще одним из самых популярных кинематографических мотивов. Она появляется в коммерческой продукции студии Патте просто вот через фильм. Настолько она оказывается популярной. Впервые погоня появляется в фильме «Держите вора» 1901 года английского режиссера Джеймса Уильямсона. А мы с вами сейчас посмотрим более разработанный вариант кинопогони на 7 кадров в криминальной драме, которая называется «Отчаянная схватка с браконьерами», которого снял Уильям Хаггар. Посмотрим этот фильм целиком, он не очень большой, и заодно потом поговорим еще про один замечательный прием, который тоже в нем применен. «Отчаянная схватка с браконьерами» «Третий год» режиссер Уильям Хаггар. Вот начинается погоня за браконьерами. Во-первых, камера уже, конечно, движется, да? Вслед за ними. Это уже достаточно большое открытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, погоня уже, конечно, ни в какое сравнение не входит с той погоней, которая в путешествии на Луну. Гораздо лучше разработана и гораздо интереснее. Почему так интересно смотреть? Появляется здесь еще один интересный прием. Обратите внимание, как показывается погоня. Мельез показывает бегущих из одной части кадра в другую часть кадра вот этих селенитов и ученых. Они просто пробегают параллельно самому кадру, параллельно плоскости экрана, они пробегают из одной части в другую часть. Здесь постоянно бегут либо на нас, либо от нас. Либо из глубины кадра, либо, наоборот, в глубину кадра они убегают. Действие гораздо более динамичное. Это можно считать, что учтем, так сказать, опыт люмьеровского поезда, который, как известно, врезался прямо в заительскую аудиторию. Что интересно, вот когда мы смотрим погоню у Мельеза, в путешествии на Луну, у нас возникает ощущение, что мы смотрим эту погоню, сидя, действительно, в театральном портере. Мы смотрим ее как бы со стороны. Они, в общем-то, и бегут вот так вот параллельно плоскости экрана. Из одной части экрана в другую часть экрана. А здесь у нас возникает ощущение, что мы находимся прямо между ними. Когда мы видим спину убегающих вот этих браконьеров, мы ставим себя, мы же и есть камера, правильно? Наш глаз, это и есть камера всегда. Мы ставим себя на место вот этих полисменов, которые за ними гонятся. И наоборот, когда мы видим полисменов, которые бегут за ними, мы смотрим на них фактически глазами грабителей. Какая интересная возникает вещь. Это в кино называется обратной точкой съемки. Это вот тот самый монтажный прием, который позволяет зрителю почувствовать себя внутри происходящих событий. Прямо вот непосредственно в самих этих происходящих событиях. Потому что камера оказывается между убегающими и последующими. Мы оказываемся между ними. Мы являемся частью вот этого происходящего на экране действия. Мы помещены прямо непосредственно внутрь самого этого действия. Почему и возникает вот такая динамика? Почему нам интересно смотреть? Потому что мы участники происходящих на экране событий. А у Мельеса мы не участники. Мы на них смотрим со стороны. Просто там где-то бегут из одной части кадра в другую, и все. Неинтересно. Таким образом, разрушая форму фильма-спектакля, вот эти монтажные приемы, они формируют уже чисто кинематографический тип экранной реальности, который позволяет Заителю поверить в подлинность происходящих на экране событий. Заитель верит в то, что он видит на экране. Он верит в то, что это подлинно, и что он, соответственно, может окунуться в эти экранные события, почувствовать себя их участником. В отличие от Мельеса, у которого в фильмах Заитель смотрит на все эти события как бы со стороны, и прекрасно понимает, что это все для него только разыграно. Надо сказать, что английская школа прославилась еще и экспериментами в области крупного плана. Мельес использовал крупный план, но он его использовал в очень сложном тарюке в качестве спецэффекта для создания тарюки с увеличением предметов. Он считал, что укропнение создает эффект увеличения предметов. Он, естественно, был достаточно умный человек, поэтому он не просто делал укропнение, а он еще совмещал два кадра, там одна очень сложная техника, не буду сейчас просто объяснять, тратить на это время. Он совмещал укропнение одного предмета и вставлял, так сказать, вот это вот снятое укропнение в другой кадр, который показывает остающимися, так сказать, неизменными декорацией. То есть нам кажется, что декорации остаются нормальными, а внутри этих декораций предмет увеличивается, возникает ощущение именно увеличения. Так или иначе, для Мельеса укропнение было именно спецэффектом, который мог использоваться для каких-то самых безумных трюков, для трюков с увеличением и уменьшением объекта. Англичане совершенно иначе воспринимают крупный план. Крупный план в основном развивал один английский кинематографист, которого звали Джордж Альберт Смит, вообще был очень примечательная личность, он был астроном, он был изобретатель, ученый, в частности, он придумал свой какой-то вариант, там, опять-таки, киноаппарата. Он был гипнотизером, известным своего времени, и вообще таким интересным человеком, увлекался и наукой, и эзотерикой одновременно. Он применяет крупный план уже как, уже совершенно с другими, преследуя совершенно другие цели. Во-первых, для передачи субъективного видения персонажа, для того, чтобы то, что показано на экране, было воспринято зрителем, как то, что видит один из персонажей этого фильма. Во-вторых, он применяет крупный план просто даже как элемент киноповествования, без которого уже никак не обойтись. Если не будет крупного плана, от зрителя, так сказать, уйдет какая-то часть экранного действия. Зритель просто не увидит какую-то часть экранного действия. Ну, а для передачи субъективного видения Смит использовал крупный план в фильме «Бабушкина лупа» 1900 года. Это такая небольшая жанровая сценка, в которой укропнение используется для того, чтобы показать то, как видят через лупу различные предметы, там, бабушка и внук. Вот они рассматривают разные предметы, подносят к ним лупу, смотрят в нее, да, и видят эти предметы увеличенными. И дальше крупный план и показывает, какими видят, соответственно, эти предметы бабушка и внук. Причем тоже, опять-таки, увеличение, да, но уже для передачи субъективного видения. Потому что, когда вот в эту монтажную цепь включается крупный план, мы понимаем, что такими эти предметы видят эти персонажи, да, видят бабушка и внук. Вот. Кроме того, чтобы подчеркнуть вот этот эффект субъективного видения, Смит еще и обрамляет изображение такой черной круглой рамкой, для того, чтобы возникало ощущение того, что это действительно вот линза увеличительная, через которую смотрит на предмет. Вот. Ну и впоследствии он развивает, так сказать, работает очень много с крупным планом, планом развивает этот прием и доходит, наверное, до совершенно потрясающего его использования в фильме «Невзгоды Мэри Джейн» 1903 года. Вот это абсолютный образец английского черного юмора, совершенно замечательная комедия, мы ее сейчас тоже посмотрим. Крупный план здесь выполняет уже совершенно новую функцию. Здесь уже нету передачи субъективного видения. Здесь он детализирует экранное действие. Он, так сказать, служит детализацией экранного действия, которое необходимо для того, чтобы адекватно воспринимать происходящее на экране. Если бы не было показано на крупном плане, что делает служанка, то не было бы понятно, почему она вылетает со взрывом в печную трубу. А на общем плане мы бы не разглядели вот некоторых деталей. Кроме того, крупный план здесь еще и подчеркивает актерскую игру, потому что действительно мимика этой служанки превращает ее просто в самого настоящего будущего Чаплина, только Чаплина еще в юбке. Это жена Джорджа Альберта Смита, по-моему, на мой взгляд, вообще одна из лучших первых актрисов в студии кино, первых настоящих актрисов. Давайте сейчас посмотрим эти картины. Вот бабушкина лупа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Невзгоды Мэри Джейн, 1903 год. Вот это крупный план по тем временам. Сейчас он считается следующим планом по пояс. Тогда это был крупный план. Видите, как действительно не хватало этого крупного плана? Что бы мы увидели на общем плане и что мы увидим на крупном плане? Мэри Джейн в английской традиции, если помните, опять-таки, Алиса в стране чудес, это образ эдакой нерадивой служанки. В Алисе тоже присутствует Мэри Джейн, если помните, Алиса вспоминает ее. Только там не служанка, а просто такая вот Мэриэн, да, нехорошая девочка. Парафином пытается разжечь плиту. Еще и подмигивает нам. Мэри Джейн Здесь покоится Мэри Джейн, поджегшая, разжегшая огонь с помощью парафима. Покойтесь с миром. Старушка приводит своих служанок. Так сказать, привести дурной пример этой Мэри Джейн, то есть, наоборот, научить их не поступать таким образом. Вот тут дух Мэри Джейн при помощи той же самой мельесовской двойной экспозиции, использованной на натуре, и забирает с собой парафин. Вот так вот. Все вот эти вышеперечисленные кинематографические приемы, чередование на экране различных мест действий в рамках одной сцены, обратная точка съемки, крупный план, как способ передачи субъективного видения, как повествовательное средство, необходимое действительно для осуществления повествования, чтобы мы увидели вот в этой Мэри Джейн, что она там делает у плиты на общем плане. Крупный план сразу все и показывает. На протяжении 1900-х годов вот эти вот кинематографические приемы, они создают в фильмах совершенно новый тип условности. Новый тип условности экранного мира, который полностью противоположен мельесовскому театральному типу. Зрители того времени, понятное дело, что они воспринимали это не как эксперименты с киноповествованием или какие-то монтажные эксперименты, тогда еще даже об этом не думали. Зрители того времени воспринимали это как определенную новую стилистику. Они видели, что вот английское кино вот в таком стиле, там появляется монтаж, там появляется переброс действия с места на место, там погони появляются. Вот о чем думали зрители того времени. И поэтому, понятное дело, что когда на коммерческую продукцию патте начинают влиять и форма фильма-спектакля, и форма такой английской натурной сценки, их влияние рассматривается именно как стилистическое влияние. В первую очередь, патте заимствует именно стилистику Мельеса и стилистику англичан в 1903 годы. Поэтому, ну, поначалу, конечно, влияет мельесовская форма фильма-спектакля, а потом где-то с середины 1900-х годов, уже ближе даже к концу этого десятилетия, начинает преобладать английская традиция. Сейчас, чтобы не быть, так сказать, голословным, вот сегодняшнюю нашу лекцию мы закончим просмотром двух фильмов, снятых уже на студии Патте в 1900-е годы, один из которых является ярчайшим образцом, так сказать, фильма-спектакля, традиции фильма-спектакля, а второй – английской традиции. Но прежде хотелось бы все-таки подытожить и сказать немножечко о том, что действительно вот для истории кино чем значимы вот эти вот две традиции. Понятное дело, что они повлияли, так сказать, на стилистику первой коммерческой продукции во Франции в 1900-е годы. Но чем же они для истории кино-то важны? Дело в том, что фильм-спектакль, вообще вот эта форма фильма-спектакля, она научила кинематографистов вообще принципам постановочного кино. Она открыла принципы постановочного кино вообще в кинематографе. Она научила осмысленно работать с декорациями, с костюмами. Вообще как-то осмыслять, что такое киномизансцена. То есть если вот Мельез, он первым осмыслил киномизансцену именно как аналог театральной мизансцены, это уже осмысление киномизансцены. Научила осмыслять декорации, работа актеров. Вообще научила режиссеров осмысленно работать с фильмом как таковым, с различными элементами фильма. А также стала первой в истории кино концепцией фильма. А преобладание, конечно, английской традиции, то есть вот уже в дальнейшем, да, уже где-то середина 1900-х годов, привело действительно к очень серьезному переосмыслению характера условности экранного мира, который предстает, так сказать, в фильме. Параллельный монтаж, вот это укрупнение в повествовательных целях, натурная съемка, все это формирует сугубо кинематографическую реальность. Реальность, в которую мы можем поверить, внутри которой мы можем оказаться. Мы можем приблизиться с помощью укрупнения к персонажу, да. Мы можем с помощью обратной точки съемки оказаться между персонажами. Вот, мы можем перенестись в само вот это экранное действие. Вот, таким образом, освоение вот английских открытий, оно способствовало вообще разработке чисто кинематографических выразительных советств. В дальнейшем это открыло, в общем-то, возможность для понимания кино как особого вида искусства, которое обладает собственным художественным языком и которое создает собственную реальность, собственный мир, в который можно поверить и в который можно перенестись, так сказать, силой собственного воображения. Вот на этом мы закончим, и сейчас посмотрим еще два фильма студии Патте. Сняты они одним и тем же режиссером, просто вот в доказательство того, насколько действительно продукция фирмы Патте была подвержена влиянию вот этих двух традиций. Первый из них — это классический фильм-спектакль, он называется «История одного преступления». Снят он был в 1901 году Фердинандом Зеккой, ведущим, так сказать, режиссером студии Патте. Второй называется, ну это комедия, он называется «Обожиравшаяся лошадь». Снят он был в 1907 году тем же Фердинандом Зеккой, но демонстрирует уже абсолютно английское влияние английской традиции на коммерческий кинематограф. «История одного преступления» — это драма. Причем, что характерно, режиссер, в общем-то, не ставил перед собой задачей подчеркивать, что все происходящее — это театральный спектакль. Просто используется форма фильма-спектакля, которая была модна в то время. Но события показываются как реально происходящее. Вот грабитель ворвался к человеку, убил его и ограбил. Следующая сцена точно так же, как у Мельеса. Одно действие происходит, да, один кадр. Преступника ловит. Преступника ловит. Происходит опознание тела, он раскаивается. И дальше он в тюрьме. При помощи Мельесовского трюка сейчас будет показываться, так сказать, проходящая во сне вся его жизнь. Он был маленьким мальчиком, который родился в семье Столяра. Но стал ходить не в те заведения, стал пить, стал играть в азартные игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Его готовят к казни. Как вы понимаете, нарисованная гильотина где-то там в глубине кадра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И «Обожравшаяся лошадь» 1907 года. Комедия «Погонь» Развозчик белья подъезжает к дому, привозит хозяевам белье из прачечной, а лошадь тем временем кушает хозяйский овес. Вот, обратите внимание, уже в чистом виде параллельный монтаж идет. Камера показывает на экране фрагменты действий, происходящих в разных пространственных точках, в разных местах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот, что может сделать лошадь после того, как наестся отца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, все. Спасибо за внимание.